Так, есть фонарик, две лазерные указки, тепловизор, ну и, собственно, деревяшка, на которой мы будем концентрировать свет. Давайте посмотрим, увидит ли тепловизор свет или тепло от лазерных указок. Значит, это 100-рублевая везде продается. Но это чуть подороже, обыкновенная указка, то есть не мощная, зелененькая. Это не та, которая поджигает спички и так далее. В общем, давайте пройдем эксперимент. Так, включаем указку, то есть вот он светит. Значит, смотрим в тепловизор. Сейчас будем настроить сфокусировочку. Вот мы видим. То есть простой лазер оставляет тепловой след. Это при том, что я еще резкости не могу правильно настроить. То есть приличная температура, даже, видите, краснеет. А лазер обыкновенный. Видите, насколько прогрел, что дерево еще остывает. Так, простая указка. Не помню, а вот она. Так, давайте посмотрим, что происходит с простой указкой. Так, пытаемся сфокусировать. Так, рука моя. И... То есть вот тоже, пожалуйста. Мешком быстро я двигаю. Не успевает прогреться. Ну, то есть, в принципе, если подержать над... На глазу, допустим, я думаю, что сетчатка отвалится. То есть точку видно. Так, вот он еще раз, говорю, простой лазер. Совершенно. Ну и, собственно, давайте посмотрим фонарик. Включили фонарь. Сделаем немножечко поближе его. Посмотрим, оставит ли он тепловой след. Ну, естественно, оставляет. Вот подальше можно. Он рисует. То есть и фонарь оставляет тепловой след. И маленькая указка за 100 рублей. Ну и, собственно, большая указка. Вот она. То, что она не какая-то там, которая прожигает все подряд. Вот, пожалуйста, я на руку направил. И ничего не происходит. То есть обыкновенная лазерная указка. Так что надо быть внимательным. Не попадать в глаза людям, животным. То есть и так далее. В принципе, даже вот такая маленькая может, я так думаю, что принести серьезный вред. Все, спасибо. Спасибо.